Всем привет! Мы с Матреной Юльевной, она же Василиев, начинаем новый блог. Мы начинаем его вдвоем, потому что я хочу показать вам, какие подарочки приехали Матрёне Юльевне, она же Васильевна. Вот у нас, кстати, Василий, папа Матрёшки. Матрёшка у нас, девочек скромные, убегает. Всё, открываем подарочки. В прошлом видео я выразила огромную благодарность Светлане В. из Перми. Она нам прислала, для меня и для Матрёшки, прислала перевод. На этот перевод я приобрела подарочки на Wildberries, не реклама. Ну, конечно, не только для Матрёшки, все будут играть. Сейчас мы их с вами распакуем, посмотрим. Персик уже пришёл, любопытный. Смотри, давай играй. Потом тоже очень интересно было протестировать такую штуку, удочку. Удочки-то я частенько покупаю, конечно. Но это удочка на гибкой палочке. Так, сейчас, секунду. На вот такой гибкой палочке. И на присоске. Тут вот есть такая штуковина. Ну, как я понимаю, она крепится к полу. И есть вот такая, похоже, двусторонний скотч, ничто. В общем, там пленочка, она снимается. И туда крепятся всякие вот эти игрушечки. Пёрышки и шарик. Сейчас тоже будем пробовать. И третий. Так, надо брать, а то персик сейчас уведёт. Подожди, персик. Ах ты! Вы же играть хочешь? Сейчас, подожди, персик. Пока уберём, чтобы ты не вёл. И вот третью такую игрушечку купила. В общем, это вот такая пружинка. Ну, типа, туда залазить можно. Вот такая пружинка точно никогда не закатится под диван куда-нибудь там. Не застрянет нигде. А то у нас все мышки, все под диваном, все там под мебелью, короче. Вот персик самый передовик у нас. Пошёл играть. Вася, давай, иди сюда, Вася. Вася тоже любит играть. Так, смотрите. Ну, что это интересное такое, да? А, надо вот эту штучку тоже сделать. Ну, что-то интересное, да? Пока приходится держать её ногами, потому что к линолеуму она не крепится. Это нужно только вот на вот этот вот кружочек её крепить. Ну, это придётся кружочек приклеить к линолеуму, а к ней уже крепить основание вот этой вот игрушки. Пока вот держу, Вася заинтересовался, играет. И Кося прибежал. Кося у нас немножко трусливый стал. Ну, давай, Рыжик, тоже играй. Втроём все сидят, шарики катают. Интересно. Заинтересовались. Короче, прилепила я туда этот кружочек липкий. Вот. Космос сразу заинтересовался. Шарик сюда не надо было вешать. Я посмотрела там по картинке. Шарик просто как подарок шёл. Но я просто знаю, что сразу закатят куда-нибудь и останутся без шарика, поэтому повесила. Но из-за этого шарика палочка вот эта сгибается сильно. В принципе, можно её туда вот запихнуть как дополнительный. Сняла шарик и сразу полегче стало. Тут тоже играют. Аська пришёл. Ну, прям раздолье, ребята. Вот как. Давай. Персик, давай. Не знаю, как бы снимать. Рыжик, ай, дай сюда играть. Так. Космос хочет загнать под диван. Кузя, иди играй. О, ну всё. Пирсик. Космос. 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 Давай-давай, не стесняйся. Твои игрушки, твои играют. Твои игрушки, твои играют. Переставила эту штуку. Потому что до этого я ее поставила, я там диван раскладываю, на котором склёв. Сделала так, чтобы не сильно доставали с дивана, чтобы поиграть им интересно было, попрыгать. Ну, Кузя у меня самый активный, конечно. Эти вон шли, легли. Кузя играет. Эти штуки разодрали у меня. Это я старый плед на углы положила, потому что подходят и дерут углы уже там в клочья все. Поэтому положила, чтобы старый плед драли, а не диван. Ой, что-то отлетело. Так, что-то тут отлетело. Колокольчик отлетел. Т�ичь. Так. 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 Ну, что-то. вчера заказали с сыном пиццу сижу завтракаю пью кофе еще такая очень-очень вкусно всем приятного аппетита кто завтракает или обедает или ужинает персик решил поиграть 1 пирог уже откусили это кузя шерсти сколько играй давай играй только что звенел колокольчиком у нас же масленичная неделя идет вот решила я блинчиков нажарить на кефире такое тесто жиденькая здесь у меня варится гречка с мясом хотел сказать гречневая каша это не каши это гречка и винчики жарится здесь вот покрепче в смысле большая комфорта получше жарится маленькая но и сковородка не такая хорошая сковородка получше у меня сегодня такое солнышко все сильнее и сильнее отбирают права уже снежок подтаивает где лужа даже я сейчас иду в квартиру родителей там будут проверять счетчики тут прям аж блестит и весной пахнет ура товарищи все все сделали пошла домой там у нас школа находится избирательный участок музыка орет завлекает людей на выборы вот такие лужи и представляете я сделала мороженое и я его уже попробую она уже за замороженная из морозильника ничего сложного в этом нет сливки 33 процента и сгущенное молоко сливки взбить до воздушности и смешать с молоком сгущенным еще очень вкусно и всем привет сегодня уже 28 марта давно уже не брала хотела показать как эту зиму перезимовали вот эти вот автомобили смотрите вот так вот они и стояли вот кто-то откопался сейчас слава богу уже потаяла когда начало таять прошла стихника и срезала по сторонам чуть-чуть что сейчас мы можем ставить не только во дворе но и около дороги я имею ввиду машина ставить сейчас я еду на работу время 6 на 4 смотрите уже как светло весна приближается у нас кается правда температура то плюс то минус сегодня утром шел снег ну и ночь тоже а вчера с позавчерашнего вечера шел дождь позавчера ночь и вчерашнее утро до обеда шел дождь так что весна идет весне дорогу я сейчас в ленте нахожусь за продуктами приехала вот этот тортик кстати я подсела надо ходить а я на торты по целом вкусный не реклама но ребята это самый вкусный торт который я когда-либо пробовал и сейчас наткнулась на стойку вот там в общем продают мне тирески ну терки уж по нашему вот такие со скидкой хорошей 50 процентов по маме в общем я взяла себе и маме такие вот хорошие терочки давно такое мечтала охота мне было такую терку в общем взяла итак распаковка вот такая значит терка с разными насадками и с контейнером интересно что там есть сейчас я все это вытащу из пакетиков итак вот такая штуковина здесь широкий нож вот он заклеенный сейчас я его отклею отклеили контейнер сам удобный скользящий мешок и всякие насадки терки крупные нож тоже заклеенный и мелкая терочка вот эта штуковина мне очень нужна была тоже ну чтобы пальцы не травмировать когда натираешь на терке как я обычно делаю в общем я довольна очень-очень в общем лук нарезала ну ничего так прикольно получилось но верхушка у меня не нарезала все равно вот пришлось так отдельно ну потому что еще не умею пользоваться страшно хотя вот этой штучкой я делала ну и тоже еще не умею пользоваться ладно разберемся как-нибудь и научимся вот так в принципе нормально вот морковку нарезала ну ничего нормально вроде более-менее разбираться начала в этой терке всем привет ребята у нас весна наконец-то вот солнышко сегодня 13 градусов тепла все тает все высохло почти красота я по делам в городе катаюсь хочу сейчас заехать как он называется 16 регион это у нас магазин запчастей на автомобиле туда-сюда в общем нужно мне дворники купить новые потому что у меня с полосками уже рисуют на стекле в общем не очень хорошо чистят вот дворники надо купить домкрат надо купить потому что на следующий длинный выходной я поеду в деревню менять колеса а у меня домкрата нет так что предстоят хорошие такие покупочки всем привет сегодня уже 8 апреля мое видео закончилось в прошлый раз тем что я поехала в магазин 16 регион за домкратом за дворниками ну так я там ничего и не купила потому что ну там очень дорого за дворники мне предлагали заплатить 400 с лишним тысячи в общем что-то мне жалко стало ну не спорю конечно там дворники специально для форда для моей модели но можно найти дешевле в 3-4 раза в общем я заказала все что мне нужно на wildberries сегодня буду забирать ну дворники пока не приехали я не должен приехать к вечеру но домкрат мне нужен сейчас он уже в пункте выдачи буду забирать а сейчас я еду в деревню еду чтобы поменять колеса у нас уже достаточно тепло и зимние колеса уже надо снимать так что беру вас с собой пока машина греется хочу еще рассказать я же не рассказывала я уже купила билеты на море и с моря уже все билеты у меня готовы уже заказала забронировала номер номер будет близко к морю с бассейном в общем все увидите все узнаете даты наверное говорить не буду скажу что это в середине июня точные даты они в принципе зачем кому они нужны точные даты просто с середины июня мы будем там в Лазаревском с сыном так я уже вышла вот такой вот домкрат взяла хороший вроде бы не реклама слез говорю деревни были подробно пока за носом заехала все упаковалась я тут конечно много всего везу из морозильника для кур высвободила тут всякие эти ну как для яиц очень много много всего еще в магазин в эту магнит заезжала продукты там там карат там банки тут тоже в общем полно всего везу все еду сын со мной не поехал он только-только из школы пришел когда я вгребалась он устал у него сегодня было ВПР дождик пошел сильный прям осенняя какая-то погода и весенняя все я уже в деревне привет граф привет вот про эту собачку расскажите подробнее этот пес был у него был хозяин у этого хозяина была еще одна собака они жили в конце деревни потом хозяин уехал в город или куда я уже не знаю собаку одну забрал а этого оставил бросил просто вот он прибился к нашим соседям они они кормят всех кошек всех и собак привозят из города все что у них там ставится еда здесь варят сухой корм вот короче всех кормят у них там кошкин дом ну теплый домик на зиму для кошек вот и вот он прибился к ним а на зиму они ну как уезжают и он зимой остался один и прибился к нашим родителям вот пока что живет здесь но у нас будка есть пускай живет песик хороший умный и очень даже добрый да 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 там жюбика нет что ли есть жюбик есть жюбик хороший пока я ехала дождь такой прям припустил вот там хорошо идет вот видно наверное почему мы не будем сейчас менять колеса я их с собой заберу в городе поменяем все я поехала домой колеса забрала тут была воде вот этот мостик размыла аккуратно надо ездить все вон в воде тут ямки тоже размыла забрала машинку швейную мама вот она скрипит стоит в пенопласте поломалась машинка в общем мама попросила ее забрать наладить вот в следующий раз когда свои колеса привезу зимние и машинку привезу до города примерно полтора два часа ехать и там наверное постараюсь сразу с колесами разобраться на этом видео буду заканчивать огромное огромное вам спасибо за просмотр за лайки за комментарии переходите на центр там тоже смотрите увидимся в следующем ролике увидимся в следующем ролике всем пока я уже в городе забыла показать домкрат вот такой домкрат здесь резиновая прослойка на две тонны тут в общем вот такая крутилка там щелкает когда крутишь то есть очень удобно поднимать и опускать там крат такой хороший крепенький тяжеленький я очень довольна вы и вы в